Это действительно повышает производительность, это повышает экономичность, снижает сельхозпроизводство, позволяет экономить топливо, улучшать качество самих сельхозработ. И с 2012 года мы начали внедрять уже готовые решения, к примеру, такие системы отмывождения от компании Trimble. У нас есть медленные техники Росиммашных картера на комбайнах, системы картографирования уважаемости. Ну и, несомненно, занимаемся разработкой собственных систем вместе с различными предприятиями, дискируемых, также привлекаем соисполнителей для работы по нашим управлениям. Если вкратце, для вас на сегодняшний день у компании Росиммаш есть огромный, скажем так, обширный парк техники, который может работать уже в цифровых системах. То бишь, мы продавливаем семена, подготовливаем их к севу, можем с помощью нашей техники осуществлять аппаратизируемую подготовку почвы, наградировать глубину, заделки семян, глубину обработки в автоматическом режиме. Также дифференцированно наносить удобрения, что приводит к значительной экономии, потому что нет перерасходов, удобрения мы сейчас именно на тех участках, где они необходимы. Также это касается защиты растений, различных систем автоматического отключения, отключения поляных секций, поддержания нормы грива, деференцированного внесения удобрений. Ну и, соответственно, форма урожая, это, наверное, самый главный индикатор того, как мы, как хозяйство, как клиент, произвел весь комплекс автоматических работ. Что касается того, над чем мы работаем сейчас, да, активные работы у нас сейчас ведутся по почвообработке, контроле передачи параметров работы техники, но это касается не только почвообработки, это касается всего парка техники РОС-7-МАШ. Три года назад мы предъявили такую систему дистанционного монитория, в которой и параметического контроля работы сверхплост-машин, которую назвали АКОГРОМ. Она активно эксплуатируется в России, да, из-за того, что не есть только эксплуатации техники, оснащенной системой дистанционного мониторинга. Она идет у нас с отдельным вводом API, поэтому некоторые хозяйства, чаще всего это крупные работники, которые используют, ну, скажем так, самописные программы, да, мы можем тестировать параметры работы нашей техники прямо с бортового оборудования, в их программы, интегрироваться вместе с ними. Идет контроль глубины обработки, контроль качества обработки почвы, оценка влажности, оценка температуры. Работаем над машинами, точнее как, над системами для автоидентификации и настройки обработки. Почему считаем это одной из важных задач? Сегодня как происходит сельскохозяйстве? Собрались механизаторы, инженеры, агроном, да, и дали сменные задания, где-то на планировании они пошли работать. Контроль выполненных операций, не считаясь только визуально, либо если агроном находится на участке поля, мы работаем над тем, чтобы эти процессы, скажем так, афронатизировать. Чтобы удаленно, агроном, инженер, мог бы давать сменные задания механизаторам, чтобы механизатор, подходя к техникум, мог, аппаратически, производила его идентификация, перевязка сменного задания к оператору. Ну, когда я пришел утром на работу, открыл планшет, и сразу понятно, на какой комбайн, на какой трактор сесть, и что необходимо сделать, в какой временный промежуток, на каком участке поля, с какими параметами обработки глубины, к примеру, там, скорости и так далее. Потому что черный фактор никто не отменял, это надо контролировать. Если контроля нет, соответственно, и качество работы резко улучшается. Также мы работаем, точнее даже внедрили уже на сегодняшний день датчик влажности. Это очень важно, и в уборке, если у вас придурок, такой, скажем так, индикатор, когда заходить в уборку, когда выходить из уборки. Не надо постоянно находиться на поле, тратить свое время, контролировать настройки и параметры работы машины. Если говорить еще о тех разоборотах, которыми мы занимаемся, это очень широкий спектр, если в тракте идет направление автоматизация работ, контроль, мониторинг, что, по своей сути, в дальнейшем должно закономерно привести к разработке такой платформы, как Фантон. Данной разработкой мы сейчас тоже занимаемся. Это уже такая, я бы сказал, программа агроменеджмента хозяйства, которая может осуществлять анализ больших данных, погодный сервис, карты спутников или карты с диспилотников, индекс NDI, развитие растений, отправлять автоматические задания на бортовой компьютер-технике, либо же на, скажем так, личный профиль механизатора, осуществлять эффективный анализ развития сельхозкультур, возможного возникновения болезней. Также работаем в плане эффективного анализа предупреждения баллонок сельхозтехники. Почему это нужно? Большинство клиентов, ну, редко кто контролирует и заранее беспокоится о том, что на склад необходимо купить дебиль по ремонту запчать. Наша система агроменеджмента, которая сейчас работает, дает информацию инженеру, например, там, ремень вышел три раза из троих, будет добры, позаботитесь, что вам необходимо на склад ремень положить, чтобы уже денег не простаивать и так далее. В системе фармфоника это будет полностью автоматизировано. Будут также предлагаться агротехнологические карты для выращивания различных сельхозкультур в различных агротехнологических зонах. Все системы электронные, которые мы разрабатываем, обязательно поединят микроходы тестирования. Создается прототип, есть подшипные хозяйства, где эти технологии, где оборудование обкатывается, не только на параметры надежности и, скажем так, качества работы и предоставления достоверных данных. Мы, например, получаем обратную связь от наших клиентов и корректируем век от нашего развития касаемо электронных систем. Если взять так глобально, то мы видим итогов нашей работы создания так называемого автономного тела. Когда мы будем использовать такие технологии, как машинное зрение, например, у нас уже есть опыт работы с компанией когнитивной технологии, мы вместе с ними разработали одно пилот для денег, который работает не поступником GPS, а с помощью видеокамер и самообучающихся нейронных сетей. Можно определять приказы на поле, кромку поля, баллов и контролировать движение техники по четко заданной траектории. Соответственно, меньше проходов по полю, меньше уплотнение почвы, что повышает, соответственно, урожайность. Меньше проходов, опять же, это топливная экономичность. Планируем применять технологии искусственного интеллекта, опять же, для того, чтобы не перегибного анализа, для автоматизации работ. Уже сейчас мы внедрили так называемую систему помощи оператору, потому что, я думаю, проблематика затагивалась, и будет затагиваться в качество кадров на сегодняшний день. Очень мало молодых специалистов, которые достаточно глубоко понимают, как работать на технике. И для этого у них всегда есть в комбайне, это именно у нас на тормах подсказка, что делать, если. Пошли какие-то потери за отором, либо за очисткой. Всегда механизаторам можно потом в компьютере задать вопрос и получить качественный ответ, а какие разработчики необходимы осуществительные машины для повышения эффективности ее работы. Ну и, кроме этого, идем к созданию, так сказать, автономной машины, будь то трактор, будь то опрыскиватель, самопозный, либо комбайн, ну, в первую очередь, конечно, комбайн, потому что комбайн на завод «Усимаш», в следующий день как бы наращивание производства тракторов, тоже с автоматизированными системами, автопилотирование как минимум. Что мы видим, какие преимущества, когда будут автономные машины? Опять же, снижение человеческого фактора, более срочное движение техники по полю, повышение эффективности, ну и минимизация издержек. На наш взгляд, в скором будущем, ну, скоро это не 3-5 лет, поэтому в течение 10 лет уже появятся некие автономные фермы, где машины будут получать сменные задания, сами осуществлять весь цикл экономических работ, а персонал будет только контролировать качество выполнения данных работ, чем повысится соответственная эффективность. Мы открыты для общения с новыми, скажем так, и с существующими компаниями, у которых есть компетенции и опыт в разработке различных электронных систем, которые воздействованы сельского хозяйства. Наши двери открыты, мы всегда рады обсудить какие-то новые инновационные технологии. Ну, если вкратце у меня все, автономная ферма, она рано или поздно появится, и наш электронный фермер идет не на ней. Спасибо большое, Армей. Наруша, рассмотрение, я хотел бы два вопроса задать. Вот тот продукт, который вы сделаете, это полностью ваша отечественная, так скажем, разработка, или какая-то улучшенная иностранная? И отсюда вытекающий второй вопрос. Что мешает, что сдерживает? Возможно, вот ускорение, улучшение тех вот разработок, которые вы сейчас сказали. Что нужно, может быть, со стороны медсельхоза и в целом государства сделать, чтобы эти разработки взлетели и стали уже завтра посереданием наших сельхозно-производителей? Что касается проблем, с которыми мы сталкиваемся, ну, в любом случае, законодательная проблема, она присутствует, пока нет каких-либо регламентирующих документов, чтобы выпустить беспилотную машину на поле. Над этим необходимо будет работать совместно с государством, создавать какие-то нормативные акты, которые будут разрешать автономной машине выезжать на поле и работать. Кроме этого, интенсивному развитию цифровой технологии, на наш взгляд, конечно же, мешает то, что в Российской Федерации на сегодняшний день слаборазвитая система, ну, грубо говоря, заботы, в которой могли бы и тронить компоненты, все-таки большинство таких сложных регламентов это идет из-за рубежа. Что касается программного обеспечения, здесь вопросов нет. ИИ-школа в России мощная, у нас есть программисты в России, которые способны выполнить поставленные любые сложные задачи. Что касается государства, то здесь стоит отметить, что большинство, да, процентов 90, это просто тех рекламных систем, разработок, которым мы занимаемся, несомненно, идут по различным простым трактам, поддержка, куда-то здесь ощутимо. Потому что вытянуть это все силами одного лишь завода, там, из-за исполнителей, крайне сложно, это большие затраги. Потому что, я не знаю, что это все разрабатывается в СНГ, да, но, к примеру, та же система, мы с какими-то технологиями, автопилот на базе генеровных сетей. Это новинка. Такого не было нигде ранее, и она практически смелее разрабатывалась. Это были большие финансовые затраты, и государство в таком плане помогает, за что ему отдельное спасибо. Чтобы это все ускорить, вовремя, я скажу так, с технологией в России, мне кажется, в первую очередь, необходимо все-таки развивать производство электронных компонентов здесь, в России. Без этого, мне кажется, не пройтись. Разработать можно все, что угодно, но цена этого решения, если она будет составлять 15-20% от стоимости самой техники, это будет неинтересно, неконкурентоспособно. Это будет идти в разрез с принципами бизнеса, не только повышать эффективность, но и как мы на этом же зарабатываем, тоже нужно. Поэтому российские компоненты, если бы они были в достаточно, скажем так, наличии, да, здесь в России, существенно позволили бы снизить и стоимость разработки, и стоимость ведрений. Спасибо большое. Итак, друзья, мне хочется сказать о том, что, наверное, я предвидел это, как свое выступление, что Казань находится на очень высоком уровне циклализации, в том числе и циклализации сельского хозяйства, и, наверное, появление Иннополиса в Казани, наверное, как бы и обоснованное, и своевременное, и беспроста сегодня здесь проходит конференция ЦИБР. И я хотел бы предоставить слово Борееву, Искандеру, Ильге Заровичу, проектов... Ильге Заровичу, проектов, начальнику управления и научной студенческой деятельности и на ней будем сидеть Иннополис. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Очень рад вас видеть стенам нашего университета, в лице, в одном зале, в участии наши студенты, бакалавры, магисты, аспираты. И очень рад, что такое большое количество людей, заинтересованных в данной конференции и участвуют на данном мероприятии. Я, на самом деле, только хотел бы рассказать про наш опыт проекта, который мы реализовали в рамках Дорожной карты АРНЭФ, национальной технологической инициативы. Проект называется «Сфровая модель региона». Сфровая модель региона, на примере из Курт-Тастан. Мы заработали 4D-информационную платформу и одним из направлений было как раз заработка сервисов для сельского хозяйства. Мы, соответственно, данный проект реализовали не одни, университет всего 7 лет, но мы создали мощнейший консорбсум мы исполнители, которые хорошо забираются в АРС, на операционке. Спасибо.